Всем привет! Вы на канале InvestFuture и мы обсуждаем 6 новых IPO-проектов, в которых можно принять участие в ближайшие дни. Несмотря на довольно яростную коррекцию индекса NASDAQ на минувшей неделе, мы видим, что компании продолжают выходить на биржу. И сегодня хочу вам коротко рассказать о двух новых биотехнологических IPO и о четырех компаниях, которые работают в сфере IT. Итак, первое IPO, заявки на которое принимаются до 14 сентября 19.00, называется Outset Medical. Это быстро растущая компания с востребованным на рынке продуктом. Outset Medical разработала первую в своем роде технологию для снижения стоимости и сложности диализа, процедура, которая заменяет некоторые функции почек. Компания создала устройство и систему гемодиализа Tableau, которая обеспечивает помощь пациентам при острых и хронических заболеваниях. Компания располагается в Калифорнии, в Сан-Хосе. Рынок, на котором работает компания, огромен и он продолжает разрастаться. Есть статистика о том, что в США ежегодные расходы на диализа составляют 74 миллиарда долларов. Из них 44 миллиарда – это расходы по программе медицинского страхования Medicare. В 2017-м Medicare потратила на диализ 7% от общего бюджета программы, при том, что люди с почечной недостаточностью – это только 1% пациентов Medicare. То есть это достаточно дорогой рынок и совершенно очевидно перспективный для новых технологий. И мы видим, что это отражается в финансовых показателях компании, потому что в первом полугодии выручка компании Аутсет Медика выросла на 250% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Составила 19 миллионов долларов. Компания действительно показывает отличные результаты. На бирже уже торгуются похожие компании, в IPO которых я тоже принимала участие. Это, например, Inari Medical и Livongo Health. При этом выручка этих компаний в последнем квартале была более скромной, чем у Аутсет Медикал. Рост составил у Inari 152%, у Livongo 125% соответственно. Ну, тоже хорошо, но заметно меньше. Поэтому потенциал у компании действительно есть. И аналитики называют эту компанию, это размещение достаточно доходным в потенциале. Вход в это IPO, как и во все другие, начинается от 50 долларов. И если вы захотите принять участие, то можете найти в описании к этому видео ссылочку на участие в IPO через United Traders. Вторая компания, о которой я хочу поговорить, это тоже направление биотехов. Компания называется American Well. Компания разрабатывает платформу в области телемедицины. Комплексное приложение включает такие функции, как расписание врачей, многосторонняя видеосвязь, данные пациента в реальном времени, мобильный обмен сообщениями, доступ к истории болезни. Также компания предоставляет виртуальную палату, которая может быть установлена на рабочем или общественном месте, что позволяет пациентам получать личные консультации с широким профилем. Но вообще телемедицина направление крайне популярное. И многие, наверное, слышали, что Джо Байден, кандидат в президента США, который все больше и больше отрывается от господина Трампа, является большим поклонником телемедицины. И собирается толкать такие компании вперед, давая им какие-то более благоприятные условия для развития. Поэтому в средние сроки, я думаю, что у American Well может быть хорошая перспектива. Но сейчас потенциал доходности этого IPO оценивается как средний аналитиками, потому что она планирует привлечь 560 миллионов долларов, стоимость акций диапазон 14-16 долларов. Капитализация на IPO составит 3,8 миллиарда долларов, показатель PNAS 19. Но с учетом того, что похожая публичная компания Teladoc Health торгуется с мультипликатором PNAS 20 при росте выручки 85% год к году, есть риск того, что после размещения компания American Well может снижаться на бирже, потому что сейчас она, возможно, рынком несколько переоценивается. В первом полугодии 2020 года доходы компании 122 миллиона на 77% выше, чем за аналогичный период 2019 года. Выручка за последние 12 месяцев составила 202 миллиона долларов. Известно, что American Well планирует привлечь дополнительные 100 миллионов долларов от компании Google в ходе частного размещения по цене IPO, и это в целом является довольно позитивным сигналом для инвесторов. Заявки на American Well принимаются до 15 сентября 19.00. Ссылочку также внизу вы найдете. Теперь переходим уже к непосредственно технологическим компаниям, и здесь первое IPO, о котором хочу рассказать, это IPO Snowflake, и, возможно, вы слышали это название, мы даже на этой неделе обсуждали его в новостях, потому что Warren Buffett и компания Salesforce собираются выкупить акции Snowflake на сумму 250 миллионов долларов по цене IPO, что можно также рассматривать как хороший сигнал для инвесторов. С одной стороны, Buffett и Berkshire Hathaway, как мы понимаем, довольно осознанно относятся к инвестициям, ну и венчурные вложения Salesforce тоже, я думаю, довольно продуманы, то есть компания заручилась поддержкой сильных структур. Но что мы знаем о компании? Snowflake – это разработчик программного обеспечения для хранения данных в облаке. Решение компании позволяет организациям хранить и анализировать все данные в одном месте. За первое полугодие 2020 года выручка компании выросла на 133% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составила 242 миллиона долларов. На IPO Snowflake планирует привлечь 2,4 миллиарда долларов, стоимость акций в диапазоне 75-85. Рыночная капитализация на IPO составит 23,7 миллиардов долларов, показатель PNS – 59. И это довольно высокий мультипликатор на рынке публичных компаний, которые работают в секторе software as a service, то есть software как услуга. И здесь вот аналитики предполагают, что компания Snowflake уже может быть переоценена, по сути, так же, как и American Well, и после IPO котировки, есть риск того, что котировки могут пойти на снижение. Но в целом, конечно, потенциал хороший, потенциальный рынок большой, финансовые показатели у компании сильные, да еще и Уоррен Баффет за спиной, что может быть лучше. Едем дальше. Четвертая компания называется Unity. Заявки на участие принимаются до 23.59.16 сентября. Unity – это ведущая в мире платформа для создания и монетизации интерактивного 2D и 3D контента. Она позволяет делать контент в реальном времени для телефонов, планшетов, компьютеров, консолей и устройств дополненной виртуальной реальности. Платформы уже сейчас пользуются полтора миллиона человек в месяц в 190 странах. В 2019 году приложения, разработанные этими авторами, загружались более 3 миллиардов раз в месяц на полутора миллиардов уникальных устройств. По оценкам самой компании, в 2019 году при помощи Unity было создано 53% из тысячи лучших мобильных игр в App Store и Google Play и более 50% игр для компьютеров и консолей. То есть компания уже работает и уже работает успешно, отвоевав себе солидную долю рынка. С точки зрения финансовых показателей, за второй квартал 2020 года выручка компании выросла на 43% год к году и составила 184 миллиона долларов. За последние 12 месяцев выручка достигла 640 миллионов долларов. В ходе IPO Unity привлечет 1 миллиард долларов, стоимость акций 34-42 доллара. Рыночная капитализация составит 11 миллиардов, показатель ПНС около 17. Из похожих компаний-конкурентов есть компании Autodesk и, собственно, Adobe. Они сейчас торгуются с мультипликаторами 15 и 21 соответственно. При этом рост выручки у этих компаний в последнем квартале составил 15 и 14% соответственно. То есть мы видим, что Unity компания растет быстрее, чем уже такие вот состоявшиеся всем известные гиганты. И в этом смысле есть довольно неплохой, прошу прощения, потенциал у этого размещения. У этой инвестиционной идеи, как пишут аналитики, высокий инвестиционный потенциал. Едем дальше. Пятая компания называется IPO Sumo Logic. Заявки принимаются до 15 сентября 19.00. Эта компания занимается управлением и аналитикой больших данных в реальном времени. Платформа компании позволяет организациям автоматизировать сбор и анализ данных приложений, инфраструктуры, безопасности и интернета вещей для получения практических сведений. Компания растет средними темпами. В первом полугодии 2020 года доходы компании составили 97 миллионов долларов. Это на 39% выше, чем за аналогичный период годом ранее. Выручка за 12 месяцев 182 миллиона долларов. Ну и ожидаемая стоимость компании после IPO это 4 миллиарда долларов. У инвестиционной идеи высокий потенциал доходности. На IPO компания Sumo Logic планирует привлечь 311 миллионов долларов. Стоимость акций 17-21 доллар. Рыночная капитализация на IPO составит 2,3 миллиарда долларов. Показатель PNS 13. У похожих компаний Dynatrans и Elastic этот показатель находится на уровне 20%. Пишут нам аналитики United Traders. И поэтому мы видим, что в целом действительно перспектива у компаний с точки зрения некой недооценки есть. Ну и последняя шестая компания называется JFrog. Она разрабатывает решения для быстрого обновления программ любой системы, что ускоряет разработку программного обеспечения и обеспечивает безопасность данных. В ходе IPO JFrog планирует привлечь 400 миллионов долларов. Стоимость акций 33-37 долларов. Рыночная капитализация компании на IPO составит около 3,7 миллиарда. ПНС 29, что в целом соответствует текущим рыночным значениям по индустрии компаний, которые работают как Software as a Service. В первом полугодии 2020 года доходы компании составили 69 миллионов на 50% выше, чем за аналогичный период годом ранее. Выручка за 12 месяцев – 128 миллионов долларов. Ну и аналитики оценивают потенциал доходности этой идеи как средние. Заявки принимаются до 14 сентября 19.00. Из тех IPO, которых я сейчас перечислила, я бы присмотрелась к Unity, к Sumo Logic и к Outset Medical. Но нужно понимать, что рынок сейчас, конечно, довольно неспокойный. Что будет в ближайшие несколько дней – вопрос, безусловно. И, кроме того, нужно понимать, что и аллокация может быть не слишком высокой. То есть процент акций, который вы получите на внесенные деньги, может быть небольшим в некоторых ситуациях и вообще нулевым. Такой сейчас рынок, денег много, продуктов мало, в которых можно поучаствовать, поэтому вот так и происходит. Если надумали в каком-то из IPO поучаствовать или, может быть, во всех, помятуя о принципах диверсификации, то еще раз напомню, что вы можете сделать это через компанию United Traders. Я оставляю ссылочку внизу в описании к этому видео. Плюс в том, что можно входить с минимальной суммой 50 долларов. Это, безусловно, мне кажется, очень удобно для людей, которые только хотят попробовать себя в IPO. Но, пожалуйста, помните, что IPO – это всегда риск. Здесь нет абсолютно никаких гарантий. И именно поэтому в моем инвестиционном портфеле вложения в IPO никогда не превышают 5%. Это мое железное правило. У меня на этом все на сегодня, друзья. Спасибо, что досмотрели до конца. Лайк, подписка, колокольчик, если было полезно. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture.